Всем привет! С вами Екатерина и вы на канале Огород Бабы Кати. Сегодня я вам расскажу, какой кетчуп мы готовим. То есть вот этот кетчуп очень хорошо подходит пельмени с ним кушать, мясо замачивать, любым мясным блюдам, курицу мариновать на зиму, чтобы в духовке потом пожарить. Это самый лучший кетчуп, который я когда-либо пробовала и который я рецептов перепробовала множество. Это мужской такой кетчуп. Все мужчины этот кетчуп просто любят. Давайте. Для этого нам потребуется, мы взяли мясистые помидоры, перекрутили их через мясорубку. И у нас получилось 9 литров. Как хотите, можете через сито прогнать и убрать эти косточки, семечки. Я делаю всегда 50 на 50. То есть 4 литра прогоняю через сито и 5 литров не прогоняю. Либо наоборот. Если есть время, вообще полностью на томатном соке готовлю. Это как вам у вас времени хватает. Так и делайте. На вкус кетчупа это однозначно не влияет. На 9 литров томатной жижи нам потребуется острый перец. Я покупаю все специи на развес. Потом кориандр немолотый. Столовая ложка нам понадобится. Мы его намололи на кофемолке. Можете, если у вас нет кофемолки, в ступе перемолоть. Можете через полотенце раздавить. Но я всегда покупаю немолотый, сама молю. Потому что в молотом пыль грузинских дорог. Мне не нравится. Так, значит, 4 столовых ложки хмели-сунели на развес. То есть, если вы возьмете в пачках, то 4 пачки по 50 грамм. То есть, 200 грамм хмели-сунели. 1,5 литра томатной пасты. Здесь литр. И 300 грамм чеснока нам потребуется. Так, что для начала. Мы вот эти вот все 9 литров увариваем. Где-то около 40 минут мы варим помидоры. Это все зависит от того, какие у вас помидоры были. Если сильно жидковато, то надо час уваривать. Я увариваю минут 40-45. Иногда и полчаса. Так, идем уваривать. Так, вот мы поставили помидоры перекрученные на плиту. Они у нас закипели. Во время кипения появляется пенка. Пенку убираем. И вот так вот на среднем огне с открытой крышкой мы увариваем это все дело 40-45 минут, я уже говорила. Вот я его уварила, практически литр уварился. Вот, теперь добавляем томатную пасту. Так, имейте в виду, когда вы добавляете томатную пасту, это говорит о том, что соус может подгореть. Поэтому аккуратно по поверхности ее добавляем и сразу размешиваем. Потому что, может, потом увидите, если у вас кастрюля с тонким дном, как у меня, она сразу подгорает. Поэтому пасту мы тихонечко вводим. Так, вот так вот. Потихоньку ввели сюда полтора литра томатной пасты, мешая постоянно. Теперь 3 столовые ложки соли. Так вот, с небольшой горкой. Так вот, мешаем. Огонь делаем средний. Так, и 8-10 ложек сахара. Я сначала вношу 8, потом пробую. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пол стакана масла, не вонючего, очищенного финированного. И так он постоянно, при постоянном помешивании, 10 минут еще варим. Вот 10 минут прошло, как мы добавили соль, сахар, растительное масло. Значит, добавляем перец красный. Если у вас есть свой красный перец, свежий, то вы можете его прокрутить через мясорубку, 12 перчин и добавить его. Но у меня что-то плохо. Так, красный острый перец, кинзу, молотую столовую ложку. И 4 столовых ложки хмели-сунели. Вот таким вот количеством. Так вот. Если в пачках хмели-сунели, то 4 пачки по 50 грамм. 4. Все. И все это дело размешиваем. Имейте в виду, вы добавили красный сгучий перец. Когда соус горячий, он будет острый. А когда он остынет, острота потеряется. Поэтому надо, чтобы он был острый. Жгучий такой перец, этот соус. И все это дело размешиваем. И доводим до кипения. При закрытой крышке. Все. Закипел он у нас. После того, как мы... Скажу, еще скажу, что я добавила еще чайную ложку жгучего перца. Потому что на вкус мне показалось, должен жечь. Вот. И теперь мы добавляем чеснок. Вот 300 грамм мы через чеснокодоринку делаем. То есть добавляем чеснок. Как только добавили чеснок, 2 минуты мешаем и выключаем. Хорошо-хорошо промешиваем. Насекаем 2 минуты. Чеснок долго варить нельзя. Есть легенда, что он зеленеет. Поэтому... 2 минуты. Как только 2 минуты проходим, снимаем с огня. 2 минуты прошло. Снимаем с огня. И теперь разливаем соус по банкам. Берем такую штучку. И разливаем. А на это вещь удобно тем, что банки чистые. Все равно... Все. Так, все. Мы закатали банки. У нас получился выход 9,5 литра соуса. Попробуйте. Соус очень вкусный. Хоть раз попробуйте, будете делать это всегда. Ну и коронная фраза всех блогеров. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии, как вы готовите соус. Тоже очень интересно послушать. И тоже приготовлю. Все. Всем пока. Хороших урожаев. Приятного аппетита. Пока-пока.